И здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать в ОРЛ, в Германию. И до конца чемпионата осталось три этапа, включая и Германию. Ну и, в принципе, этот этап вам может напомнить, в принципе, как и мне, он напомнил Китай. Не только по результату, но и по истечению событий. И сразу скажу, да, я как бы развернулся, но не сам, но не сам. Развернулся, но не сам. Так что это не считается, вот, не считается, да. Мы смотрим на быстрый круг в квалификации, который получился наихудшим, потому что первый сектор на одну десятку я запорол, а то и на две. Второй сектор на одну десятку, ну и третий сектор тоже не удался. Вообще, я мог проехать 11.4, но проехал вот 11.7. А так у меня получилось, потому что существуют какие-то люди, не очень хорошие, которые любят всем запарывать круги на Вильямсах. И, в принципе, я такой типа, а, ну да, ну да, пошел я нахер, как говорится, ну и, в принципе, туда и ушел. Оставшись своим недовременем 1.11.7. Но этого времени мне поначалу даже за пять минут до конца хватило, чтобы занять пул, но по итогам я стал пятым. Андинатор не смог улучшить свое время на харде, так же, как и Ворстаппин, поэтому они позади меня на хардах, и это будет достаточно нелегко издержать. Доливаем топливо, в принципе, тактика медиум-хард, и отправляемся на старт. Старт должен быть достаточно интересный, переповорот очень-очень скоростной. Гаста не стартует Гран-при Германии, старту я лучше, чем харды позади. Ну и Андинатор решает, почему бы и нет, решает задайвить переповорот. Я испугался этого, отвернул, он меня практически полностью прошел, но благодаря более мягкому комплекту я могу тормозить позже. Что я и сделал, он стал прозрачным, гениальный интернет Андинатора, ну и я пока что сохранил свою пятую позицию. Передо мной идет борьба между Рено и Маклареном, ну а подади меня два харда разбираются друг с другом и пытаются заодно меня с двух сторон объехать. То есть Андинатор справа, Ворстаппин слева, я такой типа, а, ну классно, если Ворстаппин прошел меня, то Андинатору это не удалось. Я пытался тут, конечно, обратно вернуть себе позицию относительно харда, но этого не получилось. Снова, кстати, Андинатор так дайвит, надо, наверное, считать его, давайте, это второй, да. Продолжаем первый круг, я начинаю отставать от харда, прям гениально, темпа ноль, хоть и в формуле зеро я тут победил, но тут почему-то темп прям не было. Да, я, конечно, готовился к этому этапу два дня, среду и четверг, и, ну как сказать, готовиться бы несколько часов, ну может по два часика в день, да, где-то так. Короче, не так уж и много у меня было подготовки к этому этапу, я был полностью уверен, что я к формуле зеро подготовился достаточно хорошо, но, видимо, недостаточно, я сильно и упорно готовился, что вот как-то вышло все вот так. Так, перед мной уже ворстаппер вплотную подъехал к Чеху, давайте его так называть, и он начинает его уже атаковать. Этим пытаюсь воспользоваться я, подрубив режимы, пытаюсь как-то уловить за ними слипстрим, ну и они ехав бок о бок, Чех ошибается, ошибается, и я пытаюсь этим пользоваться. Едем мы бок о бок, остаюсь в его базе пока что, ну и по внутренней траектории, у меня наиболее лучшая траектория, по внешней я оттормозился, и получилось мне его пройти, и все, я вернулся в пятую базу, с которой и стартовал. Ну и дальше, в принципе, он пытался, конечно, где-то пройти, но я ему траекторию, конечно, уже закрыл. Дальше инсульт Хаса, не моего, надеюсь, это хорошо, я поднимаюсь на четвертую базу, из-за этого появляется виртуальная машина безопасности. Ну, на пятом круге андинатора, мы догоняли ворстапина, чтобы вы поняли, а андинатору захотелось просто меня пройти. Он решил, опять-таки, третий дайв внутрь, очень мы медленно ехали, мы едем в бок о бок, но тут происходит очередной инсульт, пытаюсь его на внутреннюю интеллектуру отжать, но он происходит вот такое вот. Еле удерживаю свою машину, и меня проходит сразу двое, я опускаю их на шестую позицию. Ну, слава богу, не на седьмую. Ну и, в принципе, да, андинатор найс, класс. Дальше на седьмом круге я ошибаюсь на торможении, пролетая в точку торможения, блокирую оба колеса, и меня проходит чех. Я опускаюсь на седьмую строчку. Пытался ему что-то представить, да. Пытался как-то оброняться от него, но у меня это не очень-то и хорошо получилось, и он меня прошел по внешней траектории, закрыл траекторию и поехал дальше. Адинатор, кстати, на харде начинает отъезжать от Феррари на медиуме. Найс, просто. Дальше восьмой круг, я обратно пытаюсь пройти Чеха. Во внутренней траектории, можно сказать, дайв внутрь, но я бы это так не назвал бы. Спокойненько мы оттормодились, и я, лучше выйдя из поворота, отобрал обратно уже шестую, кстати, позицию, потому что у нас вроде уже даже пидстопы начались, но передо мной и потенциально есть четвертая позиция андинатора. Дальше у нас реально вот уже начались пидстопы, и на тринадцатом круге я уже сам заезжаю. У нас раньше заехала Феррари, у нас поехали дальше два харда, то есть андинаторы ворстаппен, ну а я обываю хард и спокойно доезжаю до финиша за 21 круг до конца. Была, конечно, маленькая задержка из-за Айсмана, но, в принципе, это не так уж сильно повлияло, хотя я выехал больше, чем в секунде от этой самой Феррари, и меня даже прошла вот эта Рено, но это даже лучше было, потому что он мне дал ДРС-ку, и я его сразу же прошел на этой прямой и поехал уже за Феррари, что мне, кстати, достаточно хорошо получалось. И догнял я на харде его достаточно быстро. Прошел его, и уже все, нет у меня никаких с ним проблем. Мог... Не, не мог бы я тут закрыть бы траекторию прямо перед его носом, потому что была красная стрелочка еще. Просто хорошо тормозился и поехал дальше. На шестнадцатом круге я поставил лучший круг в гонке! Вау! Мэн! Чё это за темп? Да. И я уже седьмой, потому что у нас вроде завершилась волна пицопов, кроме двух хардов. Так что попанцевально я на пятой позиции. Ну и на семнадцатом круге перед мной достаточно близко была Феррари, и я его решил пройти. Подрубил все, что можно, и, в принципе, чуть-чуть поздним торможением я его смог пройти по внутренней траектории, еще даже смог закрыть траекторию на выходе из поворота. Дальше у нас двадцатый круг, он меня уже начинает атаковать, но когда я спрашивал, сколько у него штрафов, я удивился, потому что у него их уже достаточно много. Спойлер, у него под конец дистанции было 15 секунд штрафа, так что так, просто без справки. Так, я его смог перекрестить, но у него скорости было побольше, поэтому не удалось у меня вернуть свою пятую позицию. Ну а дальше двадцатый круг, где случается очередной инсульт Тарабукина. Я пытаюсь его, конечно же, атаковать, подрубаю все, что можно, мы поравнялись, все дела. Ну и как бы, все должно было быть спокойно, но почему-то приключилось вот это вот. Прям, ну... Меня это, во-первых, так рассмешило, но, во-вторых, меня это раздосадило, потому что я пропускаю даже два рейсинг-поинта, еще и Альфа-Ромео, я опускаюсь на позицию под номером 10. Прям, ну... Спасибо огромное, офигеть. Спасибо, Феррари! За испорченную гонку в Германии. Ну, короче, у меня уже два испорченных этапа в этом сезоне. Это Китай и Германия. Но у нас же есть целых 10 кругов до конца, поэтому надо не сдаваться. Я выхожу на девятую строчку и поехал уже за Айсманом. Ну, а когда я ехал за Айсманом, приключился очередной инсульт. Какой-то недочеловек решил зайти к нам в лобби. Из-за этого у Блэк Пентера вылетела вообще игра. У меня она сначала подвисла, а потом она на 2 секунды зависла. Это было прям Рафлан Пипега, потому что, ну, я на 2 секунды отстала от Айсмана, хотя я был уже в 2.5 от него. И это прям найс. Спасибо, Ира! Спасибо, гениальные коды Мастерс! Я вас очень сильно люблю. Ну и на этом все. Гонка закончена. Я остался в пределах 6 секунд от Айсмана. И, в принципе, я за счет этого финишировал седьмым в итоге. Но мог бы быть шестым или пятым, в принципе, пофиг, что так, что так. Темпа не было. В принципе, я не так уж сильно разосадован. Побежает у нас Ворст Аппин, который ехал на тактике Хард-Медиум. Вторым приезжает его напарник, аэроцешники опять первые. Ну и третьим доезжает Скриппи на Феррари. Это не то, чем я вам так скажу. О, тот человек, который меня убил, он десятый, карма его настигла. Е-е-е-е! Найс. Короче, у нас ондинатор не смог как-то прорваться высоко, потому что... Ну, да, Ворст Аппин был изначально впереди ондинатора с самого старта гонки. Но там, как я видел по миникарте, ондинатора его прошло где-то в середине дистанции, но что-то у него не пошло, и он даже за пределами подиума. Он четвертый, он нахватал почему-то штрафов, хоть на гонке в среду у него штрафов вообще не было. В пятом доезжает Чех, дальше Сулейманов, я Айсмэн, Рено с непроизносимым ником, ну и Феррари тоже с непроизносимым ником. Мой напарник по Хасу, который разложил болид на 13-й позиции. Ну и на этом у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрюха Рейс. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok